Всех приветствую на своем канале. Все видосы будут посвящены моему мнению о некоторых вкусняшках, сладостях. В помощь мне идет пуэр, лет 15 и выдержки. Ибо о сладости все-таки я не могу без пуэра, без чая, без запивашки, без какой-нибудь жидкости, водички. А в основе у нас будет сегодня преобладать вкус мил. Наверное, я сегодня их буду рекламить. Ибо однажды я их уже пробовала, благодаря одному верующему, да, вы видите, по нам котам, тишку, верующему в лёльку, я пробовала однажды черный шоколад вкус мил. Короче, это у нас фундучка шоколадная паста. Состав очень прозрачный, сделана совсем практически недавно. Состав это ядро ореха фундука, оно же у нас как бы лесной орех, да, какао тертое, сахар тростниковый, какао масло и эмульгатор соевый рецитин. А ещё у нас производитель предупреждает, что, возможно, тут попадутся следы арахиса или молочных продуктов. И вот тут у нас такой вот дизайнчик с картинкой разрезанных посерединке какао-бобов и парочкой лесных орешков. Сделан он у нас 1 апреля сего года и живёт он у нас 9 месяцев. И масса нет, то у нас тут 150 грамм. Кондитерский полуфабрикат фундучно-шоколадная паста. И хоть у нас вкус вил на экране, то сделан-то он изготовитель сам ООО Томир. Томир, хрен его знает, ну, короче, в Подмосковье. Я его сегодня уже запробовала. Кстати, вот только сейчас понюхала. Пробовать пробовала, а не нюхала. Третий раз нюхаю. Слушайте, так вкусно пахнет конкретно таким хорошим шоколадом с орешками. Не знаю, видно, не видно. Камера, покажи, покажи, что тут сложено немножко. Да, вот, кстати. Я сначала думала, что-то баночка такая шоколадненькая. И крышечка такая шоколадненькая. А вот крышечка-то тёмненькая такая. Колечко от крышечки тоже тёмненькое. А баночка-то прозрачненькая. Шоколадная, хорошая шоколадная паста. Напоминает... Кстати, орешки дроблённые попадаются. Напоминает, наверное, вот нутеллу самую, ну, раннюю нутеллу, которая совсем-совсем раннее нутелла была. Когда, я подозреваю, не было в ней никаких там пальмовых масел и прочей хренотени. Очень такой хороший шоколад, допустим, если вы свалите очень крепкий какао, я люблю иногда делать очень крепкий какао. Точнее, большую часть своей жизни, если я делала какао сама лично, то он у меня был очень крепкий. По большей части почти всегда. Моя бабуся после меня, если я, допустим, варила какао, оставалась немножко, ну, допустим, оставалась одна четвёртая обычной чашки. Я на этого одну четвёртую обычной чашки добавляла молоком до конца чашки и говорила, что всё равно сладко или крепко. Очень вкусная паста. Или, допустим, если вы топите какой-нибудь хороший дорогой шоколад в фундюшке и добавляете туда орехи, или ничего не добавляете, вот вкус точно такой же. В общем, очень классная офигня. Я, правда, не знаю, почему вкус Вилл называется именно вкус Вилл, как расшифровывается, на, вот, мне потом загуглить в какой-нибудь Яндекс. Ну, вот, состав отменный. Живёт недолго. Ну, и вообще. Кстати, кот у меня что-то сегодня бисится к вечеру. Даже скоммунизил кусочек кексика, который меня сегодня угостили. Ну, как бы мне кексика тоже досталась, но, вот, прикиньте, лежит кексик на столе. Прихожу, какие-то звуки странные. Кексик на полу немножко тоже. Сладкий кексик. Он же кот. В общем, пять с плюсом. Спасибо дарителю. Так как уж я решила обозреть сначала вкус Вилл, то мы переходим к вот такому замечательному мармеладу. Тоже с очень прозрачным составом. Это у нас вкус Вилл мармелад яблочный. Сделан он у нас, где-то тут я видела, совсем недавно, 12 мая вообще. Живёт он 3 месяца, тут 250 грамм. Состав у нас, да, вот мармелад желейный, фруктовый и яблочный. Сахар, яблочное пюре, патока крахмальная, карамельная, точнее, пардон, обычно я привыкла к крахмальной патоке. Тут карамельная патока, агент желирующий пектин и регулятор кислотности, лимонная кислота. Хотя я считаю, что лимонная кислота вообще лишняя. И насчёт пектина я бы подумала, что в яблочном пюре, в самом яблоке этого пектина дофига и больше обычно. Ну, вот они и есть. Ну, слушайте, тут такой шикарный состав. Вот обычно покупаете мармелад, сколько там всего, всякого левого непонятного. Ароматизатор идентично натуральному, ароматизатор натуральный, в кавычках, какая-нибудь ехрен знает какого номера. Плюс ещё какой-нибудь там вкус непонятно кого. Ну и краситель для кучи. Ну и, кстати, вот что мне понравилось. Я, конечно, у них ни разу не была. Я с ними знакома исключительно заочно вот так. И тут и тут написано, вернём деньги. Крупным таким капсом, можно сказать, запятая. Если вас не устроили, вкус или качество продукта, точка. Без чека, точка. Ну и вот на картинке, что у нас тут, сколько в количестве. Всего 5 ингредиентов, говорит нам производитель. Больше всего у нас тут яблок, чуть поменьше сахара. Совсем чуть-чуть карамельной патоки. Ещё меньше пектина. И вообще какая-то доля в конечном счёте, где-то там вообще в самом конце. Лимонная кислота. Я перед вами, до того, как заснять видос, открыла пакетик с нудином и захавала одну штучку. Вот сейчас при вас ещё раз захаваю, чтобы уже это не ошибиться так со своим вкусом. И когда я раньше читала про мармелад, как различить мармелад хорош от мармелада химического. Я не помню вообще, правда, с чем конкретно это было связано, в чём конкретно химия. Но если мармелад обсыпан сахаром, а сахар, по-моему, впитывает вот эту всю лишнюю жидкость, чтобы мармелад стал мармеладом, то, значит, это натуральный, нормальный мармелад. Вот у нас он обсыпан сахаром. Правда, мне очень редко попадался мармелад без сахара. В основном, который попадался, это были какие-нибудь червячки, мишки, вот эти вот жевательные. Прощай, зубы называется. Фиг разживёшь. Яблочное пюре, яблочное повидло, вот по вкусу именно оно. Вообще, когда кусаешь, оно мне напоминает, вот второй раз, как кусаю такую штучку, так и напоминает, вот мне как-то в прошлом году, наверное, наверное, год назад у меня случилась такая близко родственная, не то чтобы кровная родня, не то чтобы даже родня, но, в общем, близко-близкая вписка одного человека. Человек мне задарил мармелад всякий ягодный такой берёвской фабрики. Вот там состав я не помню какой, может быть, не совсем близко к этому, может, типа того, но вот оно очень напоминает вот этот вот берёвский мармелад, там ягодный у меня какой-то был, смородинка, ещё что-то, и тоже в составе было вот это яблочное пюре. А ещё напоминает, вот знаете, бывает иногда сварить очень варенье густое, густое такое, пектинов какой-нибудь ягоди дофига было. Вот такое полужелем, полукрутое такое варенье, в том плане крутое, что вот крепкое такое. Вот такое же, вот это мармелад не в том привычном плане, как вот мы привыкли, что там мармелад в дольках такой, вот можно ещё пососать, он так сам распадётся. Или мармелад там покрытый шоколадом, тоже не тот вариант, но такой очень интересный. Если считать, что это вообще реально желейный мармелад, то да, он желейный мармелад. Честно сказать, я без понятия, сколько это всё стоит, но если у вас на роде есть, чем бы вытереть лапку липкая, возможность приобрести такое счастье, то я вам советую и вот эту пасту, и вот этот мармеладик. И что-нибудь другому? Пять с плюсом. Без сахара, уверяет нас производитель. Опять же, это вкус вилл. Конфеты, финики, кокос, кунжут. Вот, а я, видимо, ну да, я и сказала, что примерно то же самое, что-то такое. В общем, кондитерские изделия сахаристые. Конфеты, кокос, состав финики, кокосовая стружка, семена кунжута. Продукт может содержать седары орехов и арахиса. Только сейчас увидела, сколько тут этих калорий. Ну, в принципе, нафиг они мне. Срок годности у него два месяца. Сделан он тоже недавно, 8 мая. Возможно, наличие косточек, будьте осторожны. Но пока нам вроде как не попадалось. Масса нет, то 100 грамм. Я немножко поделилась с ближней и родней. Сказали, конфеты вкусные. Ну, вообще, родне понравились немножко другие конфеты. Из другого обзора, уже на экране живущего другого человека от другой совершенно фирмы. Ну, это мне не родни. Я считаю, что, в принципе, для каждых конфет, как бы сказала моя бабуся, как бы, типа, чего ты только не любишь. Как-то так. В общем, это у нас. Оно мне напоминает на какие-то вкусности. Мне присылала подружка, когда ездила в Турцию. И я покупала что-то подобное, когда была в Казани. 100 лет назад, в 2015 году, оказалось. Я думала, что в 2014, а оказалось в 2015. Ибо я нашла кое-что, что было куплено в Казани, которое я потом задарила другим родственникам, благодарность за одну вещь. И оказалось, что вот подателем изготовления этой штуки, которая чем дольше стоит, тем круче становится, я поняла, что в 2015 году это было. Короче, это вот у нас вот такой вот квадратик. Тут было 6 штучек. Он мне напоминает что-то такое интересное. Вот что-то такое напоминает вот эти восточные сладости. А еще будто это такой вот, знаете, вовс, поняла, ковришка. Ковришка он мне напоминает. Вы не думайте, я ее потом доем, эту конфетку. Ну, вообще, вот в такой вот бумажке, там еще 2 осталось. Полноценных 2 конфетки осталось. С прозрачным составом, 3 составляющих, как названо, так и есть. Финики, кокосы, кунжут. И без сахара довольно интересная штучка. Так вот, мило, изящно оформлена. И последняя, она мне еще не вскрыта. Последний вкус вилл. Конфеты кишью и инжир. Они похожи вот на то же самое, что есть, только они вот как-то, те за счет, наверное, кокосовой строчки такие вот более матовые, наверное. А эти, наверное, ближе такие к глянцевому, скажем так. Так, ну и что у нас тут? Финики, инжир, ядра кишью, ядра арахиса. Изделия кондитерские, сахаристые конфеты, кишью и инжир. 50 грамм. Так, 3 месяца срока жизни. А вот тут даже на картинке нарисован инжир, потом этот самый, точнее, финик, инжир, кишью и... Или кишью, фиг его знает. И арахис. И сделано это, счастье, у нас тоже совсем недавно, 1 мая. Вот такой же бумажечки, такой вот квадратик запакованный. Липкий немножко. Вот она мягкая, по сравнению с той, которая... Ну, я не хочу сказать, что та, которая с кокосиком. С кокосиком же жесткая. Она просто какая-то более плотная, а эта более мягкая. Я думаю, наверное, за счет инжира. Мне напоминает какую-то колбаску. Забыла, как называется. Ну, и тоже вот эти восточные сладости напоминает. Интересная штука. В общем, всем четвером, четырым, 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 четыре, 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 короче, один, два, три, четыре. И пасте, мармеладику. Этим двум разным конфеткам я ставлю. Пять с плюсом. Тут у нас... Как у меня были конфеты, которые понравились моей родине больше, чем у датавод. Но они тоже считают это вкусным. Из Тюмени. Тюменьские конфеты, да? Из Тюмени вообще мне говорят, ну, слушайте, поправьте меня. Мне, конечно, надо загуглить это в Яндекс или еще что-то. Давно пора. У меня там бабушки с братом жил. Он нам, когда мы мелкие были, он там приезжал или сам присылал, или просто приезжал кедровых орехов. Дофига присылал. И чищенных, и нет. Как бы я должна бы знать, как слоняется Тюмень. Тюмень она или Тюмень он. Ну, короче, там был у нас тюменьские конфеты. Тут у нас тоже местечковые конфеты, но из Иркутска. Кондитерская фабрика Ангара. Или Ангара. Фига знает. Вот такие вот. Ими я уже слегка поделилась. Сама попробовала и людям дала. Сделаны они у нас тоже не особо давно. 23 апреля. То бишь недавно. И живут они у нас самое прикольное. Я им вот это первый раз прочитала. Вообще первый раз такое вижу. Первый раз таким знакомились. Годят в течение трех месяцев. Для северных и приравненных к ним районов годят в течение шести месяцев. Может потому что там холодно. Не знаю. Кто в курсе, мякните в комментах. Это изготовление и упакование как на дне упаковки. Ну, все как обычно тут. Такая милая коробочка. Кедровый грильяш. Кедр нарисован. Сосна такая. Я раньше думала, что туя это кедр. У нас очень много туи росло в музыкалке. Куда я ходила с дедушкой. Ну, точнее, дедушка меня туда приводил. Забирал по большей части. Мелкую. На ман работала там через полтора здания. Музыкалку меня водил дедушка. И вот там были туи. И я долго думала, что туя и есть кедр. А оказалось, кедр это типа сосна. Ну, в смысле, когда мне сказали, что туя это не кедр. Ну, ладно, не кедр. И что у кедра такие шишечки еще привозил там дядь Саша, бабушкин брат. И я поняла, что совсем не туя. В смысле, туя совсем не кедр. Но я не думала, что у кедра такие длинные иголочки, что он действительно как сосна практически. Надо будет загуглить и просветиться. А то вообще какая-то темная лёля, да. В общем, да, вот тут я открываю. Вот я открываю. И вот у нас тут крышечка. А под крышечкой у нас вот такая бумажечка. Ложим-ка мы ее в крышечку. Так, ромбиком, не ромбиком, восьмиугольничком. И тут у нас были конфетки. Они, в принципе, и сейчас есть. И мне сказал даритель, что хоть и грилляш, но он мягкий. Но он действительно мягкий. И вот. Мягкий грилляш. Да, кстати, я же вам состав не зачитала. Как же так-то? Ай да я. Первый раз пробовала, что-то я как-то не за... Ну, может, как-то ее схапала. Не особо поняла. А вот сейчас вот именно такой кедровый вкус попался. Кедровый орешек прям на зуб. Что ж в составе-то у нас тут? Конфеты грилляш кедровый. Гладированный шоколадной глазурью с корпусом из грилляжной массы. Состав. Орех кедровый, мед натуральный, сахар, какао тертый, аквивалент какао масла, сливочное масло, ароматизатор ванилин, эмульгатор, рецептин. В принципе, все нормально. Самое интересное, что мед в составе. Так как салфеточки у меня не может только ватный диск. Вкусные конфетки, мягкие. Вот, честно, если вот так вот сравнивать, мне, ну, это, конечно, из-за того, что тут шоколад, и мне, видимо, просто хотелось на данный момент там шоколада. Они мне больше понравились, чем кокосовые штучки. Но вот если вот эти две сравнивать, то вот эти мне больше понравились, чем кокосовые штучки. А если их сравнивать вместе, то они мне оба понравились. Но это не считается, что как-то там минус там балл или еще что-то. Пока что всему я ставлю пять с плюсиком. Это чисто к тому, что, допустим, иногда мне хочется кокосика или что-то с кокосиком связанного. Я думаю, что они бы у меня пошли вот за милую душу за минут десять за одну чашку чая. Что у нас еще есть? А еще у нас тут есть три замечательных петушка. У меня подобных, только другой фигуркой делал дедушка сахарных петушков и мишек. Когда мы были маленькие, когда болело горло, их пососешь, когда просто так вот, ну, типа вкусняшку. И, по-моему, у меня уже были такие петушки. Ну, в смысле, и этой фирмы. Не помню, да, вроде бы петушок был. Так. Сейчас я найду, где-то тут было написано, кто их делает. Сахарная радуга. Короче, карамель леденцовая, фигурная. Карамель на палочке петушок. Состав. Сахар патока. Тут аналогично. И тут аналогично. Я их, конечно, еще не пробовала. И сейчас, наверное, распечатывать пока не буду. И бачо, потому что я все равно его сейчас не осилю. Конфетку-то половинкой захомячил потом. Даже не сегодня, а завтра. И ничего не будет. А петушок вроде как-то не знаю. 20 грамм, по-моему, они тут все, да, 20 грамм. Ну и 12 месяцев срок жизни. О, так это тоже вкус Вилл. Я что-то не глянула. Тут, видимо, разные фирмы для вкуса Вилл ваяют со своей произведения. В общем, у меня тут 3 петушка от вкуса Вилл. Потому что тут тоже вернем деньги, бла-бла-бла, если вас чего-то не устроило, даже если у вас нет чеков. Но, однако, я помню, что, наверное, все-таки их петушок был. Тогда уж ладно. Может, это и не их был петушок. Тогда надо все-таки почтить петушка своим присутствием. А то как это? Обидеться всех захомячила, а его не хочу. Да? Вот такой петушок. Практически прозрачный. Прямо этот самый леденец на палочке, да? Что такое у нас бывает, такое практически прозрачное? Хотела с чем-то с этим сравнить и забыла. Слюда, во! Слюдиные такие оконца, да? Ну, что хочу сказать. Сладкий обычный сахарный петушок на палочке, которого делал у меня дедушка. Делал он чисто исключительно в какой-то фигне. Заливал потом какие-то формочки. Сам он делал эти формочки. Сахар топил на газу в какой-то кружке. Там был тупо сахар. А тут сахар и патока. Не знаю, может быть, патока и есть этот топленый сахар. Фиг знает. Но таким. Очень достойный петушок. А дальше у нас есть, что я всего сейчас люблю. Про него я уже говорила. Я про него уже говорила. Это у нас ядро ореха кедрового. Я иногда себе покупаю на разрез. Чищенный. 22 марта он у нас рожден. Тут 200 грамм 12 месяцев живет. И где он тут у нас рожден-то вообще? Забайкальский край. Село Красной Чекой. Надеюсь, так обозвала. Хранит в сухом месте при температуре не выше 20 градусов. Вносительная влажность воздуха не выше 70%. Сейчас я это вскрою. Вообще, вот его можно поломать. Вот такой орех. Ни разу не видела. Так спрессованный этот самый орех. Наверное, вакуумом присобачили. Тут надо где-нибудь написать, чем мы присобачили. Не, не написано. Но зато тут есть энергетическая ценность. Охренеть, сколько калорий. Но это надо, не знаю, кем быть, чтобы слопать за раз 100 этих грамм. Ой, он так сдуваться стал, когда я его прорезала и опускаться. А хорошо, что внизу-то не отрезано, а сверху только. И вот оно вот такое. Не, ну как бы пробовать кедровые орехи, наверное, это уж совсем извращение. Потому что все знают, что такое кедровые орехи. Ну, те, кто их пробовал. Но мне они всегда напоминали молочные зубы. Ну, такие же маленькие молочные зубы. Только съедобные. Ну что, кедровый орех? Очень вкусный кедровый орех. Замечательный кедровый орех. Тут, кстати, белочка нарисована. Все-таки мне надо сейчас загуглить, как выглядит на картинке кедровый... В смысле, кедровый кедр, кедр сам. Потому что мне что-то так интересно стало, что он этот... С длинными иголками, как у сосны. В общем, отличные сладости. Лёлик доволен. Всем спасибо, кто осилил. Всем советую вкус Вилл. Ну и если у вас будет возможность побывать... Где его там рожают-то? Я же видела, уже говорила. Кверх ногами я тоже умею читать. Надо только найти, где написано. Да, тут, кстати, 100 грамм. В общем, в Иркутске. Если вы в Иркутск занесёте вдруг, то рекламлю вам такие конфеты. Вот прям советую. Прям всеми руками, ногами и всем остальным. Всей тушкой советую. Очень вкусные конфеты. Спасибо Иркутску за такие конфеты. И дарителю тоже. Всем пока!